Катер Всем привет! Я рад приветствовать вас на канале. Мой канал посвящен электронной музыке и синтезаторам. Сегодня мы поговорим о лупере. Лупер это один из важных инструментов для музыки, для электронной музыки в том числе. Например, гитаристу необходимо, чтобы лупер был напольный и он мог включать ногой на педаль. То для электронного музыканта очень важно, например, иметь миди-разъем, который позволит синхронизировать с общей системой, с синтезатором. Хотели, конечно, чтобы еще и CV был, но хотя бы, чтобы был миди, для того, чтобы мы синхронизировать могли по темпу общий микс и с лупами, которые мы хотим наслаивать друг на друга. Вообще, если говорить о философии лайф-перформанса на сцене, то здесь можно разделить на несколько вариантов. Ну, я как минимум знаю три. Первый – это когда вы все готовите дома и потом просто пускаете эти петли на сцене. То есть импровизация присутствует в виде выбора ваших заготовок. Но некоторым этот путь может показаться скучным. И тогда можно приступить к такой импровизации, как, например, у вас есть миди-контроллер или миди-секвенсер, который отправляет различные параметры на ваше устройство. И таким образом вы также играете лайф. Также можно играть лайф на модуляре, где вы можете в реальном времени настраивать огибающие, менять фильтры и даже менять мелодии. Но это чревато тем, что на концерте у вас просто будет какой-то шум, и вы очень долго будете настраиваться, прежде чем поймать какой-то вайп вместе с людьми, которые пришли послушать. Между этими двумя способами, которые я назвал, существует большая разница. В первом случае вы практически ничего не теряете в плане качества. Вы преподносите людям материал, который у вас изначально был запланирован вами дома или в студии. То есть качество 100%. Но получаете ли вы удовольствие от того, что вы играете одно и то же часто? Можете спросить у диджея, как часто любят ли они играть одну и ту же музыку. Конечно же, это очень сложно. И импровизации в этот момент не так-то и много. Когда вы только подготовили свой лайф-перформанс, вы можете поиграть 2 или 5 или 10 концертов, после чего вам захочется каких-то перемен на сцене в том числе. Чтобы получать удовольствие в реальном времени, вам необходимо в реальном времени что-то создавать. Этот же способ имеет, конечно же, кучу негативных последствий, которые могут вылиться в виде того, что даже в течение часа вы не сможете настроить какую-то композицию. Но зато вам будет точно весело. В плане экспериментов это здорово для небольшого количества друзей, особенно если эти друзья также увлечены синтезаторами, которые вы используете. Но вряд ли с таким креативом у вас будут часто блокировать и ждать на каких-то мероприятиях, где есть много людей. Каким бы виртуозом вы ни были, все равно промежуточная стадия между одной заготовкой или композицией до другой будет сопровождаться настройком по питчу той же мелодии. В общем-то вам придется либо прыгать между синтезаторами для того, чтобы предотвратить этот переход, либо просто делать это вживую, пока люди это слушают. И это чревато, конечно. Все зависит от ваших способностей, от вашего таланта и работы с инструментом. Потому что если вы, например, очень классно играете на клавишах, я думаю, что вы сможете держать людей музыкально, но тембрально, например, это может быть скучно. Ну или в том числе, если вы вступаете один, вам необходимо в таком случае иметь какую-то группу. Ну и очень интересным подходом является использование лупера в качестве наброска вашей аранжировки в реальном времени. Лупер это устройство, которое с помощью петель, которые вы ограничиваете определенным промежутком времени, наслаиваются друг на друга, обрабатываются какими-то эффектами и переключаются между собой. Тем самым аранжировка становится интересной. Такой подход в импровизации на сцене используют много музыкантов. Многие музыканты используют актотрек для этого. Его преимущество заключается в том, что когда вы даже что-то синтезируете в реальном времени и захватываете петлю в один бар, то есть в 8 или в 16 шагов, может быть даже в 32, то когда это повторяется и обрабатывается эффектом, таким образом создается гипнотический эффект. Это очень здорово для техно-музыки. Даже если вдруг эта секвенция была какая-то не музыкальная, то на повторе она создает определенную магию. В этом и хорош лупер. Ну а кто-то использует для этих задач такие луперы, как BOSS. Сегодня мы рассмотрим один из них. Это BOSS RC202. Двухканальный такой лупер. Есть еще BOSS RC505. Такая старшая модель имеет 5 каналов, которая, в свою очередь, позаимствовала еще от одного лупера. Тоже компанией BOSS. Она позаимствовала технологию. Преимущество модели, которое мы сегодня рассмотрим, заключается в том, что, во-первых, он стерео. Он имеет миди, что немаловажно для электронных музыкантов. Также есть возможность переключать паттерны и есть очень крутые эффекты, которые уже встроены на борту. Можно обрабатывать ими тот кусочек, который вы записали, записывать сверху и менять паттерны друг за другом. Ну все, пойдемте посмотрим на устройство. У этого лупера всего два трека, которые могут записывать WAV 44 кГц, 16 бит. 8 фраз вы можете записать в него и он имеет 8 банков. Сейчас звук идет с синтезатора и пока в лупер он не записан. Панель эффектов разделена на две части. До записи и после записи. В левой части мы можем обработать аудио до записи и записать ее с эффектом уже. Их, кстати, можно комбинировать. В этих четырех кнопках уже лежат эффекты, но также можно их и поменять. Выбираем эффект и крутим вот эту ручку. Этой ручкой мы регулируем количество эффектов. Чтобы записать, нажимаем просто кнопку и ею же останавливаем. Ну вот мы записали с эффектом Distortion, а теперь правая часть позволяет обработать еще дополнительным эффектом один из треков. На самом деле тут эффектов очень много, но они скорее всего заточены больше на голос. Попробуем записать еще один слой сверху. Нажимаем запись. И давайте не будем останавливать, посмотрим, что будет. И вот они разошлись почему-то по ритму. Нажимаем Stop и снова Play. И вроде играет ровно. Сейчас записаны два лупа на первом канале, и мы обрабатываем их эффектом. Если вы хотите, например, использовать два разных эффекта, тогда лучше луп записать во второй канал. Давайте отправим еще один сигнал в лупер. Его также можно обработать эффектами для входящего сигнала слева. Ну или записать, а потом обработать его эффектами справа. Если у вас, например, что-то не получилось, нужно зажать Stop, и луп сбросится. Давайте первый остановим. Сейчас эффекта нет, потому что он не включен. Включаем его, а первый выключим. Допустим, мы таки играем, обработали немножко фильтром, и хотим запустить первый. Ну или можем продолжить перформанс и записать новый луп туда. Смотрим все, что было записано здесь, и запишем новый. Эффектом сейчас я обрабатываю второй трек, потому что он включен. Ну и теперь мы можем сохранить нашу зарисовку. Выбираем первый и Right. Выбираем второй банк и запишем сюда что-нибудь другое. Снова нам доступны эффекты для входящего сигнала. А после записи доступны эффекты для записанного лупа. Давайте сделаем никелэйринг, и на второй канал запишем тоже эту партию. Можно всегда поимпровизировать, конечно. Если у вас заранее что-то подготовлено, а не так, как у меня, то можно сгладить переход к выбору звуков. Также тут есть функция Reverse, и можно сделать undo redo, то есть отменить или возвратить последнее действие. Допустим, нам не понравилась эта запись. Нажимаем undo и выбираем трек. Все, он отменил. И записываем что-нибудь новое. Ой, забыл определить конец записи, и он опять уехал по темпу. Это можно исправить, нажав stop и снова play. Фильтр мне здесь понравился. Мне кажется, фильтром можно многое делать. Плавные переходы и микширование лупов. Ну и спустя какое-то время у меня получился интересный результат. Я наслоил много лупов, и звук стал относительно богатым для двух каналов. Лупер принимает линейный сигнал, поэтому позаботьтесь заранее, если вы хотите записывать евро-рек, потому что нужно будет конвертировать сигнал из евро-река в линию. Мне кажется, пятиканальная версия этого лупера была бы интереснее, потому что можно записывать пять разных звуков и переключаться по очереди между ними. Также там, по-моему, есть фейдер громкости. Ну а здесь есть банки, между которыми можно переключаться и также строить аранжировку. Четвертый и пятый. Также тут есть USB, и, по-моему, можно на компьютеру скидывать эти записи. Но я, честно, это не попробовал. Мне очень понравилось большое количество эффектов. Ну и чтобы их, конечно, все попробовать, нужно погрузиться в устройство, потому что у них есть там настройки не только количества, но также есть еще дополнительные настройки. Мне было интересно попробовать лупер от компании BOSS, потому что я видел, как используют его с евро-рек синтезатором. Мне было интересно, на что он способен в моих руках. Мне было также интересно попробовать с ним поработать и поимпровизировать, попробовать эффекты, которые у него тут есть. Я скажу, что устройство, скорее всего, мне понравилось, чем не понравилось. Но оно требует особой подготовки для того, чтобы просто забыть про то, как осуществлять навигацию в этом устройстве и импровизировать с помощью музыки. Я думаю, что это реально. Блок эффектов доступен прямо с ходу. В отличие от блокбокс, который я в данный момент использую в качестве лупера, там очень удобно все записывается. Есть синхронизация сразу с темпом, в отличие от BOSS, потому что мне так не удалось его синхронизировать идеально. То есть необходимо иметь сноровку, чтобы нажимать старт и стоп в тот момент, когда тебе нужно. Либо просто использовать вот такой немного кривой луп. Но это не очень здорово, конечно, если этот луп будет зависеть, например, от каких-то других частей в этой композиции. Если он будет являться основным, то, может быть, это и неплохо. Так вот, Black Box, он, например, имеет полную синхронизацию. Он получает MIDI и, в общем-то, делает этот цикл правильным. Но чтобы использовать сразу эффекты с Black Box, необходимо залезть в меню. Здесь же очень удобно просто сходу выбрать какой-то эффект или набор этих эффектов, цепочку из этих эффектов и большой ручкой покрутить. Но у Black Box есть тоже свои преимущества. Это совсем не про лупер, потому что это все-таки еще и сэмплер. Да и вообще, наверное, это больше какая-то рабочая станция. Там есть еще и секвенсор. Все это можно записывать, программ чейндж. Все это такое позволяет использовать Black Box не только в целях лупера. RC-202 мне понравился тем, что он легкий, компактный. И у него практически все органы управления находятся спереди. Не надо внутрь залезать на сцене. То есть вы можете как-то подготовить, например, какие-то чейны эффектов и использовать их для ваших записей в реальное время. Также удобно, что можно обработать входящий сигнал. То есть изначально можно сразу его записывать уже каким-то другим. И потом еще обрабатывать либо два канала, либо отдельно по каждому каналу также можно выбирать. В целом, это очень интересный подход в импровизации. Может быть, даже в создании музыки, если вы хорошо владеете одним инструментом. Пусть это будет синтезатор, гитара или, может быть, вокал. Потому что зачастую эти луперы используют битбоксеры, которые используют микрофон для того, чтобы записывать звуки, которые сами извлекают. Мне было очень интересно попробовать использовать полноценный лупер для того, чтобы записывать какой-то синтезатор. Потому как, в отличие от педалей, например, в которых есть тоже функция лупера, это совершенно другие устройства, которые, да, они могут записать петлю, могут также наслаивать, но, скорее всего, там не будет синхронизации по мидио. Возможно, они будут даже моно. По-моему, у компании Электрогармоникс был такой прикольный дилей, который также можно было использовать таких целей. Мне кажется, главным в этом подходе, во-первых, синхронизация. И если она работает хорошо, то это здорово. Ну и также ваша сноровка, которая позволяет жонглировать музыкой и этими петлями, которые вы записываете с помощью своих синтезаторов. Большое спасибо всем, кто смотрел мое видео. Надеюсь, оно было для вас интересно и полезно. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok